Вообще я так по лицам смотрю, все так после обеда немножко подустали, немножко покушали, расслабились, поэтому у меня специально первая часть доклада, она будет такая, посмеяться, вспомнить, как мы с вами вместе были такими маленькими, небольшими разработчиками, да, и как мы эволюционировали и пришли потом к взрослым релизам и Continuous Integration и все, что с этим связано, да. Значит, немного о нас вообще. Мы занимаемся заказной веб-разработкой, веб-мобайл, мобильные приложения. Мы занимаемся разработкой на заказ. Соответственно, у нас много разных клиентов, но основная наша часть – это страховые и банки, то есть финансовый сектор. Это и Альфа-страхование, Интач-страхование, Ренессанс-страхование, ну, очень много разных страхований, да, для которых вот такое падение при релизе – это такая большая боль. Особенно если говорить про какие-то коммерческие и финансовые организации, они могут попасть на штраф, если в какой-то момент времени у них недоступна одна конкретная страница, где они раскрывают информацию о своем банке там или своей организации, да. Причем штрафы там достаточно серьезные, они достигают там порядка миллиона рублей за один такой инцидент, скажем, да. И нас всегда спасало то, что те органы правительственные, которые это контролируют, они это не за бексом делают, да, ручная проверка. Понятно, что если бы они поставили за бекс, они могли бы озолотиться на таких банках там страховых, да. В общем, проблема с релизами, проблема с деплоинтментом, с автоматическим тестированием большая. Вот у нас сейчас порядка 15 проектов на поддержке и порядка 30 в разработке, которые потом тоже перетекут в поддержку, ну и соответственно развитие. Нужно постоянно думать о том, как всю эту историю развивать, поддерживать, как эту инфраструктуру тюнить и как не тратить все свое время и время, особенно своих самых ценных кадров, которые именно занимаются релизами, да, только на эти релизы. Когда-то, когда мы были маленькие и такие неумелые, да, мы пилили код на продакшене. Вот тогда не было проблем с тем, чтобы что-то релизить или деплоить. Тогда даже слов таких никто не произносил. Вообще это шикарная ситуация. У нас код оказывался сразу прямо там, где он должен быть, прямо на продакшене. Никаких проблем с переносами и так далее. Другое дело то, что код не всегда был тот, который должен там быть, да. Или другая ситуация еще, когда мы все-таки ввели тестовые серверы и стали уже такими более взрослыми, но переносили все ручками. И естественно что-то там забывали, что-то переносили не то там и так далее. Думаю все через это проходили, да. Какие-то там отложенные баги появлялись. Очень, конечно, неприятно было всегда, когда клиент нам говорит после нашего релиза, что у нас не работает страница. И мы залезаем в какой-то код, смотрим, она уже не работает с момента релиза. Блин, это конечно… Вот оглядываясь назад, я испытываю два чувства. Первое такое нехорошее, и второе хорошее. Нехорошее, потому что стыдно очень за то, что такое было. И хорошее, потому что больше нет такого. Естественно, после ряда таких инцидентов мы пришли к тому, что нам нужно использовать систему контроля версии. Вот такой вопрос, кто не использует систему контроля версии. Есть такие люди в зале? Нет таких людей в зале. Отлично. Поэтому и не буду много сильно рассказывать про то, как мы у себя его используем, про workflow и мерш веток, и deployment. Через гид написано очень много всего. Кому конкретно интересно, как мы это у нас делаем, подходите, расскажу индивидуально. Для себя мы поняли, что нам нужен гид, когда в какой-то момент времени стали ощущать, что в компании происходит такое привыкание к тому, что можно косячить на продакшене, и никто потом не узнает, кто это сделал. Ну и вроде все поругались, но никто не наказан, и никто не понес никакой ответственности. Естественно, у нас не было задачи просто ткнуть кого-то в какашку свою и сказать, что ты плохо работаешь и так далее. Хотелось привить людям ответственность некую индивидуальную за то, что они работают действительно с продуктами. Зачастую сложно программисту, и даже я себя вспоминаю, когда я был программистом, привить вот эту ответственность за чужой продукт, за то, что за этим стоит бизнес, за этим стоят люди. За этим стоят в конце концов посетители нашего бизнеса, которые заходят на сайт и могут увидеть там принтер какой-нибудь, который вы забыли. Но это стыдно и для бизнеса, и для нас как разработчика. Начали юзать код-ревью. С гидом это, естественно, удобнее делать. Помню такой момент, когда на одной из наших страховых один из наших разработчиков зарелизил замечательную штуку для оптимизации базы данных. Он удалял старые, неактуальные заявки. Затестил этот код на тестовом серваке нашем, задеплоил на продакшн. Он работал какое-то время, но там было одно условие, которое выполнялось раз в неделю, я не знаю, при котором не учитывался фильтр для выборки заявок, которые должны быть удалены. Естественно, а когда он не задан, этот код начинал удалять все. Ну, не просто заявки, вообще все записи в базе данных, до которых мог добраться. Это были новости, заявки, обратная связь, все что угодно. Но если там про новости и все остальное проблем нету, можно достать из бэкапа, то с заявками была такая ситуация, когда у нас страховщик, чей это был сайт, у них номера полисов, это были айдишники из нашей базы данных. Соответственно, люди, которые получили на руки вот этот полис через наш замечательный интернет-магазин страховых полисов, они потом, ну и в бэк-офис у нас был тоже на сайте, и сотрудники банка не смогли бы никак восстановить никакую информацию, так как она там тупо была удалена на какой-то момент времени. Мы всю ночь, я помню, тогда еще через PHP, мой админ восстанавливали по одной записи все связи в таблицах. Это еще был Bittrex, там кто знает, тот поймет, там много записей связанных. Короче, здесь вывод простой. У меня вот в рамках моего доклада будут такие хинты, маленькие выводы, казалось бы, очевидные, но я хочу, чтобы они всем врезались в память и как-то мотивировали вас тюнить свою разработку. Используйте систему контроля версии. Здесь и так все уже используют. Еще раз напомню. Была проблема с тем, что изменения в базе данных мы переносили вручную, как и многие, наверное, или до сих пор переносят, или переносили. И вот это была проблема, особенно с тем, что когда мы перешли на систему, что у нас деплоят только профессиональные сотрудники, им нужно было понимать, какие изменения в базе данных произошли. И не всегда эти изменения были такие, что их можно просто на словах передать там. Естественно, мы просили своих сотрудников писать какие-то текстовые файлики, где они описывали все изменения, которые они провели. Никогда это до конца не работало. Ну, точнее, были удачи, были неудачи, как у всех пришли к тому, что можно использовать инсталляторы или миграции какие-то. Начали юзать скрипты специальные, которые чисто накатывают нужные изменения в базе данных по запуску. То есть когда релиз инженер даже не думает о том, какие изменения там должны произойти. Их нужно использовать. Без этого не получится никогда переносить код с вашего теста, с вашего стейджа на продакшн, так, чтобы не накосячить. Везде, где есть возможность проявить человеческий фактор, везде будет косяк рано или поздно. Вот так выглядела наша схема в средне-зачаточном состоянии нашей компании, когда у нас уже были два плеча, но у нас же high load отказывал стоящего все и так далее. И были дев-машины, разработчиков, которые, соответственно, деплоили прямо на продакшн. С этой схемой мы не очень долго прожили, поняли со временем, что нам нужен стейдж, некий сервер, который будет находиться на территории заказчика, рядом с его серверами, и на котором мы будем тренировать наши выкаты. Мне вообще очень не нравится выражение тренировать выкаты, или мы на нем потренируемся. Я помню, когда мы вводили стейджи и думали, как вообще дальше оптимизировать всю вот эту историю, кто-то из наших разработчиков ронял такую фразу. Ну ничего, мы на стейдже потренируемся, потом на продакшн также выльем. Ну вот это плохая история, когда мы просто там тренируемся. Стейдж нам нужен для того, чтобы убедиться 100% в том, что у нас никакой лажа не пролезет на продакшн. Юзайте его. Причем, если говорить про актуальный стейдж, он у вас должен всегда быть актуальным сбоем. У нас были такие ситуации, когда мы делали стейдж, и актуальность его поддерживается раз в месяц, раз в неделю, и так далее. Он устаревал, потом переставали пользоваться, потому что сейчас его обновить долго, зарелизить быстро и так далее. Сейчас пришли к тому, что у нас есть скрипты, которые каждую ночь перенакатывают сбоя, актуальную версию базы, соответственно, файлы системы, и на них уже автоматически по скрипту также накатывают все наши изменения. Если мы говорим про какой-то файловый контент, он попадает через гид. Если мы говорим про базы данных, у нас через этот же гид загружается инсталлятор в специальную папочку, куда смотрит наш скрипт. При наличии этих файлов миграции он их запускает, они проходят на продакшн. И причем здесь мы двух зайцев убиваем. Первое то, что мы автоматизируем вручной труд, не надо каждый раз это вручную делать. Второе то, что у нас дополнительная проверка существует того, что эти инсталляторы работают. Потому что когда человек запускает их вручную, и они заработали, но с каким-то маленьким нюансом, забыл он какую-то галочку где-то добавить, он может смолодушничать и руками это поправить на стейже. И подумать, я быстрее на продакшне сделаю то же самое. Но потом получается так, что отмашка на релиз пришла позже, и на продакшне, когда это нужно было делать, он об этом благополучно забыл, вспомнил через день, когда уже все увидели, что мы нафакапили в очередной раз. Поэтому здесь важно, это все, что можно автоматизировать и исключить человеческий фактор, нужно автоматизировать. Причем любой ценой. Вот у нас были ситуации, когда канал у клиента был настолько тонкий, что мы не могли всю его базу выкачать за ночь. При этом у нас не было возможности сделать стейдж на его стороне, нам не давали ресурсов, пока у них там большая махина бюрократическая пройдет со всеми согласованиями бюджетов и так далее. Очень долго приходилось ждать, пока они нам выделят этот стейдж. Разворачивать у себя просто еще одну тестовую площадку, это ни о чем. Нам нужен был именно такой рабочий стейдж. Причем ситуация осложнялась тем, что у нас на сайте клиента существует много персональных данных, которые мы не имеем права себе выкачивать. Нам для этого нужно будет сертифицировать свои сервера, лицензии и так далее. Поэтому мы тогда потратили достаточно много времени и сделали такую тукзу, которая удаляет все ненужные персональные данные с сайта, оставляет только тестовых пользователей. Таким образом мы опять же убиваем двух зайцев. Первое, никакие боевые данные с персональными данными мы не передаем. Второе, мы деградируем размер базы данных так, чтобы мы смогли ее выкачать. Соответственно, мы на своей стороне подняли стейдж, грубо говоря, за свой счет. Клиент нам за это не платил, но нам это нужно было для разработки и для того, чтобы не допускать таких ошибок при релизах. Вот если будете ждать, пока вам заказчик выдаст свой стейдж, будете, как вот Почта России. Сейчас они там много всего пофиксили, у них там кто-то новый пришел и так далее, но у всех уже сформировалось мнение, как работает Почта России. Также, если я спрошу вас, какой самый медленный антивирус, все подумают об одном и том же, правда? Потому что, хотя он уже работает достаточно быстро. Не жалейте времени на инфраструктуру. Вот мы, пример со стейджем, который я рассказал, который мы разворачивали из себя, это один из немногих примеров. Мы вообще, вот с разными командами в нашей компании, команды у нас делятся по проектам большим, да? Мы делаем такие срезы, где думаем, где нам в каждом конкретном workflow, что можно потюнить. И потом это внедряем, как правило, на одном проекте. Если это работает хорошо, разносим это на все проекты, которые у нас есть. Примерное соотношение времени, которое мы у себя уделяем инфраструктуре, внутренней, за которую нам зачастую клиенты или не платят, или оплачивают не все, это где-то 30 на 70. Ну, это мы так хотим. На самом деле, наверное, получается 20 на 80, потому что всегда какие-то данные, какие-то актуальные задачи вытесняют, вот эти задачи по инфраструктуре. Но мы стремимся вот к 30 на 70. По поводу тестирования на стейдж. У нас одна из первых штук, которые по автоматизации мы сделали, и которая мне больше всего врезалась в память и понравилась, наверное, потому что она была изумительно простой и изумительно эффективной. Это мы сделали такую вещь, как автоматический деплой тасков от всех разработчиков на стейдж. То есть как у нас до этого происходила разработка? Человек пилил на своей площадке задачу, заканчивал ее, говорил, я закончил. Мы давали другую задачу, он переключал ветку в гите, пилил другую задачу. В этот момент менеджер заходил на площадку, естественно, не видел той задачи, которую он уже сделал, потому что ветка-то переключена. И говорил, здесь ничего не готово. Происходила остановка работы, переключение ветки, тестирование там и так далее. Если это нужно было затестить на стейдж, том же самом, тергай для темлида, выкатим мне вот эти задачи на стейдж для проверки. Потом дергали темлида, выкатим мне эти задачи на бой теперь, для проверки на бой. И мы сделали такой простой хук, когда пользователи, точнее разработчики сами мерджили свою фичу в превью ветку. Мы ее назвали превью и пушили в репозитории. По этому событию у нас запускался простой хук, который вытягивал его на стейдж сервер. Там же у нас запускался хук, который смотрел, какие изменения произошли. В названии нашей ветки, точнее коммита, который сейчас попал на стейдж, всегда был номер тикета. И был минус-минус стат добавлен, чтобы было видно, какие поменялись файлики. И мы вот эту информацию о том, что обновилось, то есть какие коммиты мы сейчас забили на стейдж, да, и какие файлики были изменены, мы вот эту информацию рассылали ответственным людям. Ну, тимлиду, менеджеру, QA-щику, понятно, да. И таким образом мы исключили проблему с тем, что нужно дергать тимлида. Мы исключили проблему с тем, что у нас нету времени на то, чтобы это выкатить или есть какая-то ошибка, когда мы пытаемся проверить задачу на девелоперской машине, на которой ветка уже переключена. Одни из следующих там наших хуков были основаны на том, что мы запускали автоматические миграции, о которых я рассказывал уже, да, вытягивали субмодули, если они есть. Например, у нас на некоторых проектах хранятся разметка проекта в субмодули для верстальщиков отдельных, да. Когда идет релиз, если человек руками делает гидпул, он потом может легко зайти в определенный субмодуль и его вытянуть еще, да. Поэтому все вот эти вещи мы автоматизировали. У нас достаточно много разных хуков. Ну вот эти три, те, которые мне больше всего нравятся, они реально пофиксили нашу боль какую-то. Думайте, как оптимизировать процессы. Если вы что-то делаете постоянно руками, подумайте, как это можно автоматизировать. Если что-то вас отнимает много времени, подумайте, просто остановитесь и задумайтесь, как можно на этом сэкономить свое время, да. Вот такая схема у нас в итоге получилась. Она не очень сложная, очень примитивная, наверное, в плане того, что все про нее знают. Мы с ней просуществовали достаточно долго. Не скажу, что были какие-то большие проблемы с ней. В принципе, с ней можно существовать, жить и развиваться и так далее, да. Всегда хочется расти выше. Хочется всегда развиваться и достигать новых высот. Вот мы, например, со всеми клиентами своими ключевыми. Очень захотели влезть в их бизнес. Показать им не просто, что мы можем разрабатывать и разрабатывать ради разработки, а то, что мы можем их бизнесу помогать, приносить больше денег. С кем-то мы подписывались на KPI по принесенным лидам, заявкам и так далее с сайта. С кем-то вот мы подписали SLA. Причем мы никогда не подписывались на такие дурацкие критерии, как главная страница отдает 200 лог. Ну, круто. Она может отдавать и ничего не показывать. Мы поэтому всегда в SLA прописываем ключевой функционал, который у нашего клиента приносит прибыль, приносит заявки и так далее. Это, естественно, невозможно без каких-то автоматизированных тестов. Мы у себя применили Selenium. В нем веб-драйвер. Там, по-моему, глючный этот браузер PhantomJS, который мы тоже достаточно долго оптимизировали. У него есть проблемы с тем, что, например, фокус, он когда ставит на поле input и долго вы печатаете, типа печатаете сообщения, он очень долго у нас почему-то вводил эти сообщения. Мы сделали, заменили везде, где можно текст на Ctrl-C, Ctrl-V. То, чтобы это было одно нажатие, а не последовательное нажатие нескольких букв, сколько туда надо ввести. Помимо этого у нас сейчас несколько виртуалок, не очень много, но для распараллеливания тестов мы их делаем несколько. Они у нас тоже запускаются автоматически. И вообще по поводу SLA или любых других таких историй, когда вы работаете над тем, чтобы вы держите определенный аптайм, мы каждый месяц проводим ретроспективу, разбираем инциденты. Мы по договору просто обязаны предоставлять отчет обо всех инцидентах, которые у нас произошли за этот месяц. У нас не было никогда, по-моему, проблем, чтобы нас штрафанули по этим SLA. Мы всегда его выдерживали, всегда у нас был заявленный аптайм, там 99,9 выдержан. При этом мы всегда видели, что есть инциденты, которые мы можем легко потюнить, если нам, например, дадут еще один сервер. И мы сможем деплоить на один сервер, другой просто на другой переключать всех пользователей, и когда деплои там закончится, подключать второе плечо. Например, да. И вот с такими разными идеями мы приезжали к нашим клиентам. Я помню, как мы приехали к одному из клиентов и, значит, рассказали о том, что вот наш аптайм сейчас такой, он намного выше того, что мы заявляли вначале, когда с вами подписывались, но мы можем еще его улучшить, это будет стоить не так дорого. Я помню реакцию их айтишников, таких матерых, толстых дядек. А зачем? Зачем нам тратить деньги, если мы и так выдерживаем свой SLA? Ведь, по сути, то, о чем мы договорились, все в порядке работает. Ну, валяется он чуть-чуть и валяется, пусть валяется. Значит, я помню глаза бизнеса, который там рядом сидел, на эти слова, как они отреагировали, да. Потому что одно дело, когда сайт валяется ночью, когда он на него не уходит, другое дело, когда в середине дня, когда вы делаете релиз, а у клиента самый поток оформления заявок, он вдруг валяется. Поэтому SLA мы могли валять его 7 часов. У нас в запасе было куча времени, мы могли его просто класть, когда хотим, с каждым релизом вообще не думать, ни про какие гиты там и так далее. Спокойно руками править прямо все на бою. Естественно, даже как бы айти нас не поддерживал в том, что мы выдерживаем свой SLA и меньше там 7 часов, значит, его валяем, ни один бизнес на это не согласится. Никто не скажет вам спасибо за то, что вы, значит, провели всего 500 инцидентов по 5 минут там и в остальное время наш сайт работал. Спасибо. Да все узнают, что этот сайт столько времени валяется. Об этом будут писать в фейсбуках, будут портить репутацию этой компании и так далее. Поэтому мы каждый месяц, проводя такие ретроспективы по инцидентам, всегда предлагаем их клиенту. Если даже он на это быстро не идет, мы это делаем сами у себя за свой счет. Потому что в конечном итоге это дает нам доверие клиента, то его уверенность в том, что мы можем его бизнес организовывать 24 на 7. И как вы думаете, какой самый популярный инцидент среди наших всех ретроспектив всегда был? Не, не, вот в связи с чем? Релизы, деплой, кто-то сказал. Конечно, релизы. Всегда человеческий фактор, который есть, он всегда срабатывает. И он у нас всегда срабатывал. Ну, в 90% случаев он срабатывал. Естественно, думая о том, как бы нам от этого уйти, мы перебрали там несколько вариантов. В итоге пришли к тому, что сначала, к тому, что нам нужно релизы с принтами. Мы не можем релиз, значит, каждый раз, когда нам клиент говорит, что ему задача нужна на бою завтра. Мы взрослые ребята, у нас должны быть релизы с принтами, да, раз в неделю, раз в две недели мы будем релизиться. И, в принципе, звучит все хорошо. Я даже помню, что мы ездили много раз там клиентам, я рассказывал про эту релизную схему, очень убеждал, значит, что именно такая схема вам нужна. Мы на примерах очень хороших доказывали, почему именно так нужно, когда нам говорили, ну, у нас же куча задач, которые должны быть зарелизены в эту неделю, например, или в этот день. Мы говорили, ну, да, давайте возьмем ваш отчет по предыдущему месяцу и посмотрим, какие задачи должны были быть зарелизены именно в этот день. И разбирали, значит, вот это авария, вопросов нет, она должна быть зарелизена и пофиксена в тот же день. Остальные задачи-то плановые, техподдержка, хорошо, она ждет. До этого сайт работал с этим маленьким багом, поработает еще. Мы таким образом гарантируем вам аптайм. Кого-то мы убеждали, кто-то как-то на это хмурился и говорил, поговорим об этом позже. Значит, и вторая проблема, которую мы хотели пофиксить, это время, которое мы тратим на релиз. Иногда у нас он занимал там порядка дня, и если мы начинали это делать в обед, то мы заканчивали это делать в следующий обед. Соответственно, если клиент ожидает релиз сегодня, мы его доставляли завтра, это уже негатив. Да и для нас, на самом деле, это огромная потеря времени нашего тимлида, который целый день вынужден заниматься тем, что выкладывает вот эти изменения. Обновляет субмодули, не знаю, запускает миграции, тестит, запускает автотесты там и так далее, да, юнит-тесты. Мы хотели прийти к той схеме, когда мы этим можем заниматься и не думать о том, что мы сейчас потеряем еще один день, возможно, уроним сайт и, возможно, вообще не зарелизимся сегодня. Мы пришли к тому, что нам нужна некая continuous integration история, пришли к тому, что мы используем TeamCity, немножко попробовали Jenkins, он, наверное, больше для Java проектов, у нас больше PHP проектов и у нас уже первое время, когда с целением теста мы подключили, уже был TeamCity, поэтому мы на нем остановились. Не могу привести какого-то сравнения, чем он хуже намного или лучше других историй, кроме того, что бесплатного функционала хватает выше крыши, да, и плагинов нам к нему никаких пока не понадобилось писать. Значит, первым шагом у нас в нашей цепочке всегда шла подготовка окружения. Это запуск миграции, о которых я говорил, это очистка кэша. Причем, если говорить про интеграции с теми же страховыми банками, у них все расчеты, вся бизнес-логика часто закрыта и зарыта у себя внутри, в бэкэнде. Поэтому мы, когда с ними интегрируемся, мы интегрируемся через какие-то определенные протоколы. Например, swap. И в swap есть кэш в SDL. То есть в SDL файле кэшируется на вашем серваке, он не каждый раз долбится к ним в сервис, а с вашего сервера берет эти данные и их использует. Когда мы у себя проводили релиз и у нас все хорошо работало, мы радовались. Но вместе с нами релизами занимались еще и чуваки, которые занимаются IT в департаменте нашего клиента. И они нас о своих релизах не предупреждали. И пока наша система работает по старому WSDL, у них уже лежит новый, но наша система об этом не знает. Поэтому мы себе в workflow добавили обязательную очистку вот этого кэша. Минификация кода. JavaScript, CSS, там где-то есть, сборщики запускаются, gulp, лес, SAS минифицируются, выкладываются в определенные папочки. Сделали определенный шаг на код-ревью. То есть проверяем стиль кодирования, чтобы он соответствует нашему принятому. Проверяем наличие комментариев в PHP doc, проверяем отсутствие консоль логов, проверяем целый ряд условий, которые у нас есть по безопасности. Ну, например, что нету дампов никаких логов в корне сайта, что нету скриптов авторизации, что никто не забыл какие-то файлики подозрительные под названием passwords.txt и так далее. Тестирование, которое у нас сейчас проходит на одном из этапов, подразумевает себе юнит-тесты, подразумевает себе Selenium, который проводит функциональные тесты и интеграционные тесты, которые направлены на то, что у нас весь функционал в купе, который особенно интегрирован с внутренними системами заказчика, он также покрыт, работает, не отвалился после наших изменений и так далее. Так выглядит примерно наш процесс сейчас, то есть если вкратце разработчик, закончив работать над какой-то фичей, делает push в git, там у нас сидит хуки, которые направляют дальше эту историю проверить на PHP unit, то есть есть ли там юнит-тесты новые, кладет их в определенную папочку, потом их всех прогоняет, убеждает, что у нас ничего не отвалилось, все работает как ожидается, проходит проверка кода, то есть то, что есть PHP-док, то, что стиль соответствует и так далее. Когда мы понимаем, что с этим все окей, у нас эта задача попадает на стейдж автоматически. Там у нас также запускаются миграции, то есть накатываются изменения по базе данных, потом у нас происходит подготовка нашей площадки, то, о чем я говорил, с очисткой кэша и так далее. Потом запускаются уже selenium-тесты, прогоняется весь интерфейс, который у нас задействован и который у нас прописан в SLA, критический функционал. И запускается интеграционный тест. Когда мы понимаем, что здесь все окей, уведомление уходит на почту ответственным лицам, которые уже принимают решение о том, релизить это или нет. Та же самая история у нас происходит, когда мы хотим зарелизить этот функционал на production. За исключением того, что выкатывается не на stage, а на production. Что это нам дало? Во-первых, время на релиз у нас сократилось. Здесь написано в среднем время 4-8 часов. Иногда это было больше, которое мы тратили на релиз. И написано в среднем 1 час, типа сейчас тратится. Это тоже очень условно, потому что по факту время, которое тем лиц сейчас тратит, порядка 15 минут. Я заложил риски x4 и получил час. Uptime на одном из наших проектов, на котором мы первые это внедрили. Я сравнил показатель до и показатель после. В принципе и тот и другой показатель укладывался в рамки нашего SLA 99 и 95. А, второй то есть укладывался, да? Первый, который не укладывался, у нас покрывался тем, что клиент наш работал через куратор, а они больше uptime не дают. Поэтому мы больше тоже дать не могли. И у QA нашего появилось время на обед свободное. Он не все время занимался уже тестированием, отловкой багов там и так далее. А уже мог спокойно заниматься своей работой. Значит, так у нас было. Это почти наш рекорд, наша гордость была. Значит, дней без факапов три. Это то, что сейчас в понедельник ребята мне сфоткали. Этот счетчик у нас обнуляется каждый месяц. Не надо думать, что это наш тоже рекорд. Я, правда, сам не видел, но ребята говорят, было 41 день максимально. Значит, из того… А? Не, не за месяц. В смысле один… До следующего факапа. То есть промежуток между одним и другим максимально достигал 41 дня. Есть еще куча того, что мы в туду хотим сделать. Это как минимум автоматическую генерацию PHP доков. У нас достаточно много на наших проектах написано каких-то ураемных историй, которые погружать человека, но не очень просто. Было бы очень круто, если мы такую онлайн документацию себя ввели. Хочется сделать стейджи под каждый таск. Сейчас, если у нас в релиз идет порядка пяти тасков, они все будут теститься в одном… на одном стейдже с одним, значит, окружением. И все, в принципе, будут влиять друг на друга. Хочется сделать такую историю, когда у нас под каждый деплой будет подниматься своя виртуалочка. Хочется, не очень, но хочется ввести автотестирование кроссбраузингового теста. Сейчас мы проверяем только на одном браузере. И, в принципе, аффектится у нас не пиксель перфект, а функционал какой-то. Поэтому другие браузеры здесь нужны, наверное, для очистки совести. Просто если мы это можем сделать, и это нам что-то сэкономит, мы это сделаем. Но пока только думаем в эту сторону. Еще хотим фашистское правило ввести, чтобы не проходил никакой код, у которого нету юнит-тестов и у которого нету PHP документариев. Пока у нас просто, скажем так, notification валятся, хотим внедрить это правило уже такое более жесткое, не пропускать такой код. И наладить интеграцию с нашей стикетной системой и постить туда уведомления тоже о том, что релиз прошел. Такая немножко избыточная штука, на почту все и так все получают, но для красоты это хочется тоже сделать. Значит, основной мой посыл к вам всем, которые здесь сидят, то, что иногда бывает трудно. Иногда кажется, что никто не хочет с вами вместе настрать инфраструктуру, на это никогда нету денег, времени, никто не хочет этим заниматься, а те, кто хочет, не умеют, там и так далее. Я вам хочу на это сказать, что вот мы на это потратили всего порядка трех месяцев на то, чтобы эту штуку внедрить. И я думаю, у каждого из вас найдется три месяца, особенно, наверное, в начале года, чтобы потратить чуть-чуть времени на улучшение своих процессов. И мне вообще хочется, чтобы вот эта история с continuous integration, автоматическими тестами и вообще релиз инженерингом больше бегала вот так по умам. Сейчас много каких-то статей есть, выступлений на этот счет. И мне очень нравится, как мы вместе эту штуку двигаем, что-то друг у друга подсматриваем, где-то кто-то вдохновляется. Я, например, очень вдохновился Баду с Ихаидой. Это вообще мой кумир. И если мы каждый будем чуть-чуть в эту сторону двигаться, мне кажется, в целом наш вот такой девейлперский комьюнити мы сможем сильно прокачать. на этом спасибо. Я не знаю, как здесь будет организована ситуация с микрофонами и вопросами. Если она будет организована. Коллеги из технического персонала. Давайте с места тогда, я не знаю. Слышно? Да, теперь слышно. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Сколько у вас человек в команде, сколько разработчиков, QA, админов, которые вот за три месяца по этой схеме все дружно начали работать? Это первый вопрос. И второй, вот вы говорили про переливку данных с продакшена в стейдж. Какой примерно средний размер базы? Спасибо. Значит, первый вопрос по поводу команды. У нас команда всего разработки насчитывает 50 человек, 51. Из них 21 сидит у нас, занимается в офисе в нашем московском 30 человек, чисто разработчики, которые занимаются чисто разработкой. Там нету тимлидов, админов и так далее. Команда, которой мы это внедряли все, это был наш ключевой проект. Она состоит из 8 человек разработчиков. Среди них двое тимлидов. Один человек администратор и два человека шаренные ресурсы, это QA-щики. Вот. По второму вопросу, сколько занимает база данных, да? Значит, опять же, по этому же проекту в среднем она у нас занимала 100 с чем-то гигабайт. Мы ее после оптимизации, диаградации добили до 30 гигабайт, плюс заархивированная она весила и того меньше. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, у вас на одном из первых слайдов было упомянуто код-ревью. Речь идет об автоматическом анализе кода или о ручном код-ревью как стандартной практике. Если последнее, то хотелось бы услышать об этом чуть подробнее. И второй вопрос, правильно ли я понимаю, что тестирование вот скриптов в миграции данных, она происходит только уже перед релизом, когда идет заливка версии на стейджен. Спасибо. Не убирайте микрофон, мы сами подискутируем сейчас. Значит, первый вопрос по поводу… Ой, забыл уже. По поводу код-ревью. Код-ревью. Значит, когда в начале доклада я об этом говорил, это был отсыл к тому, что мы поняли, что вопрос нужно делать, делали его ручками. Второй отсыл, когда я говорил про кодочек, то есть проверку кода автоматизированной. Она проверяет просто стиль кодирования, наличие PHP доков и так далее, и покрытие юнит-тестами. Если говорить про код-ревью и подробнее про него, у нас есть стандарты наши, которые приняты, это PSR1. И есть еще помимо этого свои внутренние правила некие, которые мы регламентировали у себя в Википедии и стараемся их придерживать. Помимо этого на каждом проекте у темлидов есть правило устанавливать свои фашистские правила, как они считают, нужно делать на их проектах. Если нужно что-то дополнить по этому пункту. Нет, спасибо. Второй вопрос. Второй вопрос про тестирование скриптов миграции данных. Да, они запускаются у нас на стейджинге только на девелоперской машине, они не запускаются в тот момент, когда он сам их тестит. А на стейджинге это происходит только уже непосредственно перед подготовкой к релизу, то есть там, когда кончается скрипт, спринт, а не когда собственно пишется скрипт, то есть отложено несколько. Ну, когда выкатывается функционал на стейдж, первым делом запускается скрипт миграции. Спасибо. Потом запускаются все остальные процедуры по подготовке окружения. Добрый день, спасибо за доклад, Андрей. Такой вопрос, я здесь справа. Собственно, насколько сложны ваши тесты, да, интеграционные, функциональные, они не приобретают свойства хрупкости со временем по мере их усложнения и увеличения их количества. Это вопрос номер один. И второй, как вы тестируете внешние интеграции? У вас всегда есть какой-то тестовая дырка, куда вы можете там безнаказанно что-нибудь заливать и получать. Спасибо. Второго вопроса, он прямо не в бровь, а в глаз. По поводу тестового опика, откуда мы можем стучаться. Я помню, когда мы прокачались до того уровня, когда поняли, что нам мониторить нужно не только свои сервисы, но и сервисы заказчика, мы начали стучаться к ним в сервисы и проверять, как они работают и отвечают. И через день нам они позвонили, их айтишники с жутким матом, сказали, что вы засрали нам всю базу своими тестовыми запросами, какого фига вы вообще туда лезете там и так далее. Сейчас у нас это определенные скрипты, которые работают по крону, проверяют доступность WSD, сервисов, ответов и сравнивают полученные ответы с нашим эталоном. Так а вот собственно успешная операция, она не оставляет некий бизнес след, я не знаю, там страховой полис кому-то там уже ждет выдачи? Это уже зависит от клиентов наших, у кого-то оставляют, у кого-то нет. Кроме того, мы сейчас вот когда заканчивается такая, точнее происходит такой инцидент и мы понимаем, что у нашего клиента что-то не работает, мы вешаем со своей стороны заглушку, чтобы пользователи туда не долбились, не плодили процессы. То есть мы оставляем там бэкап план на то, чтобы пользователь мог оставить заявку через нашу форуму, все контакты для связи там и так далее. А в дид нашего клиента отправляем уведомление, что такой-то сервис прекратил свою работу, вот тогда-то вот логи, все это тоже автоматизировано и нам помогает не тыкать друг на друга пальцами, когда такое происходит, а вот прямо с пруфами сразу без ручного труда организовывать такую реакцию на инцидент с их стороны. Спасибо, и был первый вопрос про хрупкость тестов. Я бы не сказал, что здесь мы испытываем какие-то большие сложности, часто их переписываем. У нас заложено какое-то определенное время на их актуализацию периодическую, ежемесячную, и мы за нее не выходили точно, потому что проблема эта не поднималась. Ну вот насколько сложный тест, то есть там вот юзер тыкает куда-то сюда и там, не знаю, из другого места, но если говорить про наши основные кейсы, это конечно страховые банки, и там основной кейс это оформить страховку. То есть это в нашем случае этот тест содержит прохождение по всем этапам, проверку на нескольких моделей машин, если мы говорим про автострахование, про несколько вариантов типов отдыха, если мы говорим про ВЗР. Ну то есть все юзер кейсы, которые обычно делают пользователи на сайте, мы стараемся учитывать. И еще еще один вопрос. Какой у вас воркфлоу у инцидентов, собственно, есть какой-то саппорт и как вот это переходит к разработчику? Ну у нас нет разделения на саппорт и не саппорт, мы от этой схемы отказались в пользу того, что под проект выделяем группу проектную. Иногда эта группа может саппортить несколько проектов, но всегда эти задачи к ним упадают. Есть такое негласное правило, кто на факапе задачи, тот и правит. Вот. И как воркфлоу организован? Происходит инцидент. Например, если это боевой сайт, падает сайт, у нас организована нотификация на ответственных людей. Это я, тем лиды, системный администратор, QA-инженер. Соответственно, в первую очередь реагируют тем лиды, как люди, которые, соответственно, понимают, что там могло отвалиться вместе с админом. Большая часть, наверное, падений, когда мы там ничего не трогаем, составляет, конечно, какие-то системно администрированные вещи, да, поэтому здесь реакция нужна от системного администратора. По инциденту никаких автоматических тасков не заводится, это не автоматизировано, просто уведомление на телефон или на почту, дальше люди уже реагируют. Есть система личной мотивации и демотивации на ключевых проектах, где мы достаточно жесткие СВ поддерживаем. Ну, а вот если он происходит ночью, то там кто-то должен проснуться по СМСке? У нас есть команда админов, которые мы аутсорсим на реагирование в любое время суток, не обязательно только ночью и днем тоже, да, они наша система, которая нас разбудит и если не разбудит, например, что-то пофиксит. Это на одной части проектов. На другой части проектов у нас есть специально выделенные мобильные телефоны, которые мы корпоративно закупили и они у нас нужны только для того, чтобы отзвониться туда, когда что-то упало. Соответственно, будет тех людей, которые ответственны за этот проект. Спасибо. Не за что. Добрый день. Можно, да? Скажите, я правильно понимаю, что у вас после каждого коммита все тесты запускаются или все-таки вы вручную там перед тем, как на встрече заливать, запускаете все тесты? Значит, у пользователя, у разработчика есть возможность запустить тесты на своей машине, вручную через TeamCity направить его на свою площадку и автоматически они запускаются у нас только на stage и на production. И еще такой момент касательно репозитория. У вас на stage и на production просто мастер-ветка выливается или вы какой-то тег создаете там с номером версии, например, для production? Нет. То есть версионированность какая-то есть или нет? И как вы откатываетесь потом? Если, ну, факап какой-то произошел на production, ну, куда вы откатываетесь? Это вот боль. Версионности никакой нету по сути. Откатывание по Gitu достаточно простое. Это, ну, или rebase, или revert, да? По поводу базы данных, вот это наша боль. Писать день инсталлятора на каждый случай очень дорого. То есть откатить изменения, которые были в базе данных. Переключиться на слепок, который был до того, как у нас этот релиз произошел, тоже не вариант, как правило, потому что за это время могли пройти какие-то важные заявки в базу данных. Поэтому каждый раз это индивидуально руками team lead правит, если такое произошло. Но вот тот слайд, который я показывал с отсутствием факапов, он именно вот это и показывает. Количество дней, когда не приходилось так руками вмешиваться на production сервер. Слава богу, сейчас этого стало поменьше. У меня были вопросы по поводу того, что деплоите ли вы через гид на production. Вы не встречались с такой проблемой, что гид, ну при условии, если вы прям гидом выкатываете, то там остается каталог гид и к нему не всегда настраивают правила доступа в веб-сервере. И некоторые данные оттуда можно взять. Опять же вопрос по поводу, вы не пытались внедрить у себя семантическое версионирование собственно кода. Не пытались там какие-то средства деплоя, есть разные тулзы, которые делают слепки кода и там реверт кода получается, что просто симлинки перебиваются. Либо внедрить какое-то пакетирование, там RPM, либо… Ну я понял, понял вопрос. Значит, по поводу первого, по поводу гитая, того, что его можно выключить. Я так понимаю, речь идет просто о репозитории, точка гид, который надо закрывать там в htaccessing. У нас это одна из проверок в ваш скрипте, который запускается при подготовке откружения. Значит, второй момент по поводу создания некоторых слепков кода. Это для нас не столь пофиксило бы проблем, потому что наша основная боль – все-таки база данных. Откатить код проблем нет через тот же гид. А вот откатить изменения в базе данных – вот это проблема. А скрипты миграции там… Ну, как я сказал уже, где инсталляторы писать на наши инсталляторы – это дорого. Ну, обычно там, когда есть скрипт миграции, там описывается, что… Да, там есть ап и даун. Вот ап у нас обычно описан подробно круто, а даун у нас написан return true. Это странно. Ну, мы не тратим на это время. Это осознанное решение такое. Понятно. А вы не встречались с такой проблемой, когда при случае выкатки в продакшн из гитая, там, допустим, сразу 200 серверов пытаются задолбиться в этот гитлаб, и он говорит, что вот плохо мне, плохо. Я устал, да? Не спать. Не, у нас нет такого количества серверов, поэтому пока с нагрузкой проблем не испытываем. Мы берем серверовики на Хэтснере, достаточно мощные, дорогие, пока хватает. Единственное, в чем ограничены наши ресурсы, это в том, о чем я говорил, не получается пока сделать стой джип под каждую задачу, автоматически их разворачивать перед деплоем и там все прогонять, да, на одной задаче. Ну, к этому тоже идем вместе с нашими клиентами. То есть вы собираетесь все-таки делать континьюис-деливери, там, сервера артефактов и прочей вкусности? Понятно. Добрый день, спасибо за доклад. Не могли бы вы подсказать процентное покрытие вашими Selenium тестами, unit тестами, функционала? Ну, что касается покрытия, мы считаем покрытие относительно критического функционала, который у нас с клиентом зафиксирован. Если говорить про весь проект, ну, не подскажу, наверное, маленькое, небольшое. У нас нету цели покрытие 100%, 50%. Нет каких-то ежемесячных контрольных точек, на которых мы говорим, что очень плохо в этом месяце поработали и надо там поднажать. Много ли ресурсов временных затрачивается на поддержку тестов? Не было ли у вас, например, стартапов, в которых функционал быстро меняется и, соответственно, функциональные тесты под него тоже нужно менять? Если сейчас говорить про те договоры, которые у нас есть, у нас прямо там время фиксировано. Это примерно 20% от суммы договора идет на актуализацию тестов. Мы ее вырабатываем. По поводу того, что приходится сейчас актуализировать какие-то тесты под быстро меняющийся функционал, такой проблемы особо нет. Так как у нас проект не так быстро меняется, и когда они меняются, мы об этом знаем и подгоняем тесты уже заранее. Коллеги, насколько я понимаю, у нас закончилось время. Андрей, спасибо большое. Вопросы можно будет задать. Скажи, где тебя найти? Где-нибудь здесь. Но это слишком обширно. Ну вот там, у того выхода. Хорошо. Итак, у того выхода. Андрей, спасибо. Спасибо.